всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы готовим торт графские развалины готовим безе для него нам нужны будут следующие продукты 2 белка вес 70 граммов и 130 граммов сахара сначала взбиваем одни белки легкую пышную массу белки должны быть комнатной температуры теперь три этапа добавляем сахар и добавляем последнюю порцию сахара и взбиваем готова берем кондитерский мешок одноразовый наполняем теперь берем любую насадочку можно и без насадочки и отсаживаем без и придерживаем это у меня насадка для эклеров французская звездочка мне она очень нравится купила в обычном магазине где продают посуду формы для выпечки сушим безе в духовке при температуре 90 градусов на среднем уровне режим выпекания вверх-вниз безе сушилось духовке полтора часа вы только посмотрите какое красивое не треснуло нигде воздушные для бисквита нам нужны будут следующие продукты 4 яйца 160 граммов сахара и 140 граммов муки яйца с сахаром взбиваем в пышную массу по времени это занимает приблизительно 5 минут яйца с сахаром взбили в пышную массу теперь добавляем муку я ее заранее просеиваю духовка у меня разогрета теперь вмешиваем муку взбитые яйца с сахаром теперь берем форму в диаметре 22 сантиметра дно я застелила пергаментом бока и дно смазала мягким сливочным маслом теперь выливаем бисквитное тесто вот так форму немножко встряхиваем по кругу бисквитное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим выпекания вверх-вниз бисквит в духовке выпекался 40 минут аккуратненько переворачиваем снимаем пергамент и остужаем теперь приготовим масляный крем для него нам нужны будут следующие продукты 1 банка вареной сгущенки весом 350 граммов и 200 граммов мягкого сливочного масла сначала взбиваем в пышную массу мягкое сливочное масло масло посыпало по времени я взбивала его где-то 7 минут теперь небольшими порциями добавляем бисквитное молоко не спешим добавлять все сразу сгущенка и масло должны быть одинаковой температуры крем готов смотрите однородный без комочков пышный и очень вкусный мы любим этот крем и он идеально подходит к нашему торту еще раз лопаточкой перемешали и наверное вот видите масло на дне еще разбиваем один раз чтобы все хорошо перемешалось не было кусочков белого масла смотрите теперь точно все готово теперь самый ответственный момент безо есть крем есть бисквит есть пропитку сделала пропитка у меня самая обычная 100 миллилитров кипятка и 1 столовая ложка сахара масса должна полностью остыть теперь смотрите хоть бисквит у меня и ровненький я немного срезаю вот так вот такой небольшой корж мне нужна крошка этой крошкой я буду посыпать бока торта поэтому она мне просто необходимо можете этого не делать тогда у вас будут голые края или посыпать орехами или кокосовой стружкой ну в общем тут уже каждый выбирает посыпку на свой вкус я чуточку вот срезаю вверх и теперь бисквит разрезаю на два коржа старайтесь идти ровненько посерединке когда я выпекаю бисквит с домашних яиц он конечно намного ярче но это яйца с магазина поэтому яркого цвета желтого не будет но тем не менее бисквит получается пышным и нежным берем блюдо большое первый корж пропитываем обязательно на дно тарелки нужно нанести чуть-чуть крема чтобы просто у вас не двигался торт а мне его будет нужно еще вести за 120 километров поэтому я беру тяжелое блюдо поднос крышка не беру так как тортик будет высокий хорошенько хорошенько пропитываем бисквит так масляный крем его не пропитывает пропитали наносим крем второй корж также пропитали и накрываем теперь обмазываем вверх и бока кремом получится у нас такой вкусный домашний торт немного крема рассчитывать и оставить на склеивание безе между собой обязательно теперь смотрите берем крошку видите какая красивая именно верхняя корочка я ее взбила в кухонной машине блендере с ножами и вот так хорошенько пока засыпаем лишнее потом уберем ну а теперь смотрите берем крем берем безе безе не тает не переживайте это же сгущенное молоко и масло и вот так по краю выкладываем безе покрупнее берем вот поэтому вы должны оставить крем чтобы скрепить между собой все безе единое целое теперь возьмем 20 граммов молочного шоколада и растопим его в микроволновке импульсами по 30 секунд теперь берем пергамент сворачиваем его в карнетик свернули растопленный шоколад выливаем в карнетик сверху еще можно посыпать измельченными орехами но я не буду этого делать родители виталика не любят орехи поэтому подстраиваясь под их вкус срезаем край и теперь поливаем шоколадом произвольно у кого как получится ну вот принципе такой домашний тортик графские развалины у меня получился надеюсь вам понравился рецепт и вы с радостью такой торт приготовите для своей семьи с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока завтра едем в село к родителям испекла тортик домашний торт графские развалины очень вкусный просто родители виталика любят именно вот этот крем масляный со сгущенным молоком безе в общем я все объединила и сделала такой красивый домашний торт и не забывайте спасибо